День добрый, это Игорь Виттель, это «Парадокс» с Игорем Виттельем. Телефон в студии наше 65 10 99 6, код города 495, или сайт finam.fm, можете писать нам на сайт программы. С сожалению, мы обсуждаем европейскую экономику, последние события, произошедшие в Европе, но заодно юбилей Тимостерских соглашений, которым исполнилось, по-моему, 20 лет. В студии у нас Тимофей Бородачев, директор Центра комплексных европейских международных исследований высшей школы экономики, и Сергей Афонсов зовет еще отделом Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. Здравствуйте, Тимофей, здравствуйте, Сергей. Добрый день. Тимофей, ну вот такие антиалормисты типа Сергея, весь прошлый год меня убеждали, что ничего страшного не будет. Ну подумаешь, там, с Грецией проблемы, с Испанией, вообще во всем мире проблемы, в Европе во всей проблемы, но ничего плохого не будет. И неожиданно, ну как бы если так посмотреть на перспективу, в ретроспективе, точнее, последних месяцев, то выяснилось, что действительно ничего такого страшного пока же не произошло, никто не помер, никто ниоткуда не вышел. Старик Сорос, кстати, пугал нас тем, что вообще лучше Германии выйти, я даже его в этом радостно поддержал. Ничего так звучит, я поддержал Сороса, жалко он об этом не знает. Почему не рухнуло, хотя, казалось бы, все причины и даже поводы есть? Ну, коллеги, это же не Советский Союз, который рухнул. Который рухнул по желанию внезапно, всего объективных обстоятельств, но субъективно по желанию трех руководителей братских республик. Европейский Союз, Европа, это демократия. Нет, подождите, 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 что значит рухнуло по желанию трех руководителей братских республик? Беловежские соглашения. Мы не можем себе представлять, что в Европе встретятся Меркель, Кэмерон и Алланд и подпишут Ахинские соглашения о распуске Европейского Союза. Этого не произойдет ни в коем случае, поскольку Европейский Союз основан не на политическом контроле над его членами или экономическом контроле. Он основан на доброй воле участников и на демократических и правовых процедурах. Поэтому развалиться в одночасье, как это произошло с Советским Союзом, спустили один флаг, подняли 15 других, этого в Европе не может произойти. Что там может произойти и что там... Ну, слава богу, там, между прочим, 15 флагов-то еще в Европе осталось. 27. Ну, я так условно говорю. Ну, у Союзных Республик тоже флаги были свои. Ну, и замечательно. Так на самом деле, все-таки с Советским Союзом, мне кажется, весьма натужное сравнение это. Потому что развалился он, во-первых, не в одночасье, а организировал достаточно долго, так же, как Европа сейчас организирует. А уж потом, кстати, они поодиночке приняли, не трое, трое это уже как бы последняя точка была. А сначала начало потихонечку, при Балтике выходить, ну и пошло по каждой стране. Вот так и сейчас вполне может начаться. С чего бы это вдруг на днях министра, не помню, экономики или иностранных дел в Голландии стало интересоваться, как бы нам так поаккуратнее прописать в договоре, как бы нам из зоны евро в случае чего смотаться? Ну, вот это уже напоминает разговоры наших эстонских друзей во второй половине 80-х годов. Поэтому ожидать с нетерпением, что больной умрет скоропостижно, и мы сможем удовлетворить свой интерес наблюдателей, обсуждая эту скоропостижную смерть, на это рассчитывать мы не можем. Процесс не развала, не крушения, процесс, вот знаете, осыпания, отмирания. Кто-то сказал, что мы об этом наблюдаем со злорадством, это Хайзин наблюдает со злорадством и другие алармисты, вот господин Афонсов наоборот, по-моему, он спокоен глубоко. Сергей, обеспокоен глубоко этим. Чем? Чем? Осыпанием Европейского Союза. Да никакого осыпания нет, о чем вы говорите? Серьезно. Давайте поставим, как это в корпорациях, KPI осыпания, давайте какие-то реперные точки, что бы вы назвали осыпанием? Выход любой страны? Нет, понимаете, давайте... Сейчас голосовалку проведем, сейчас я вот обращусь к зрителям с голосовалкой. Значит, дорогие наши радиослушатели, сейчас мы проведем с вами голосование. Итак, все знаете наш короткий номер 5533. Значит, если вы считаете, что до конца 2013 года Евросоюз, если не развалится, ну, хотя бы одна страна выйдет из Евросоюза, вы присылаете на 5533 короткий, на этот короткий номер присылаете русскую букву А. Ежели вы считаете, что Евросоюз останется неизменным до конца этого года, вы присылаете, как это ни печально, на этот же короткий номер 5533 русскую букву Б. Прошу вас, Сергей. Значит, давайте, прежде чем вот критерии задавать, давайте посмотрим вообще, почему политический проект, связанный с объединением кого-то, может рассыпаться, да? Значит, разрушить что-то уже существующее и, в общем, не такое бесполезное можно либо от глупости, либо по злобе, либо из интереса. Значит, ни у кого в рамках Европейского Союза нету достаточно злобы на соседей для того, чтобы выпихнуть их из членов Евросоюза, либо самому оттуда выйти. Глупости там тоже особо и не наблюдается, потому что страны, которые придерживаются принципов демократии, имеют очень мощную защиту от дурака. А если даже кому-то придет в голову сделать что-то безрассудное, ему нужно как минимум убедить большинство своих сограждан. А безрассудное это что? Давайте сразу определим. Ну вот вспомним Сиризу в Греции, да? Вот абсолютно безрассудное, безумное, давайте все ничего не соблюдать, давайте жить своим умом, все кругом враги, нам навязали плохое соглашение, мы сейчас его разорвем, будем требовать другого. Сергей, да было бы с ней с Грецией, речь на Великобритании. Это вмешивается Тимофей Бордачев, да. Кому интересует Греция, в конце концов, то, что делает сейчас Кэмерон, то, что он в открытую шантажирует своих партнеров по Евросоюзу референдумом, гораздо хуже того, что мог сделать самый сумасшедший греческий коммунист. А у меня наводящий вопрос к Сергею. Сергей, скажите, пожалуйста, вы выглядите слово неразумное. Я вполне с вами согласен, но, значит, мастерские соглашения, 20 лет которым там на днях исполнилось, да, они, значит, прописали некие такие вполне себе рамки, чего можно, чего нельзя, да, какой там дефицит бюджета может быть, чего не может быть. На глазах у всей этой честной публики ряд нарушителей просто злонамеренно, с особым цинизмом, группово нарушал эти соглашения. И в одиночку, и группово, и так, и сяк, и через косяк. А вся честная публика это наблюдала, слов не говорила. Неразумность тогда, кто тут неразумный? Те, кто позволял у себя на глазах это творить, или те, кто это творит? Значит, я все-таки вернусь к своему тезису о том, что развалить что-либо можно либо по злобе, либо по глупости, либо из интереса. Так же, как и создать. Вот точно так. Нет, ну, создать гораздо больше, значит, поводов, и кроме того, по злобе что-то создать очень сложно. Значит, смотрите, вот из глупости сейчас ничего не разваливается, и из глупости практически ничего не говорится. Ну, там, за исключением, так сказать, вот позиции Оланда, значит, с точки зрения выполнения его предвыборных обещаний. Это вот глупость полная. Значит, а что касается того, о чем вы говорите, включая Кэмерона, это называется интерес. Интерес. Потому что интересам Великобритании, так как их понимает Кэмерон, отвечает достаточно сильная коррекция того, что сейчас делается в Европейском Союзе. Я в этом отношении с Кэмероном абсолютно согласен. Действительно, многие вещи, которые связаны в том числе с регулированием финансового сектора, абсолютно не отвечают интересам Великобритании. Значит, заключается проблема в следующем. Могут ли вот эти все интересы, которые, никто не спорит, они очень сильно конфликтующие. Интересы Франции с ее безумной единой сельскохозяйственной политикой ЕС. Интересы Великобритании, значит, направленные на обеспечение максимальной свободы финансового сектора. Интересы Восточной Европы, связанные с максимизацией трансфертов. Интересы там Италии, которые вообще сейчас очень трудно идентифицируемы с учетом того, что, так сказать, сейчас идет какой конфликт. А во Франции сегодня еще однополые браки разрешат. Видимо, поэтому вчера итальянцы, чтобы не позволить Папе Римскому такое переживать, решили Папу Римскому. Ну, вот видите, до каких... Глубин конспирологии вы дошли. До каких глубин морального падения могут дойти отдельные политические системы. Интересы очень разные. Заключается проблема в следующем. Настолько ли эти интересы разные, чтобы страны разбежались? Или они имеют некий другой, более базовый интерес, который держит их друг с другом вместе? Вот этот интерес есть, и он никуда не делся. А их это кого? Те страны, которые участвуют в некоем объединении. А вы уверены, что это один центр, а не несколько центров? Там опять... Сергей, я с вами согласен совершенно, потому что... Ну, во-первых, я знаю Сергея много лет, очень его уважаю. Но я просто балдею, когда экономисты начинают рассуждать о политике. Потому что выстраиваются такие... Это все равно, что я бы, международник, начал бы сейчас рассуждать об экономике. Тогда, может быть, Тимофей, наводящий вопрос. На ваш взгляд, создание Европейского Союза было актом... Политическим. Исключительно политическим. Так, то с вами соглашусь, Сергей, политическим или экономическим? И то, и другое, естественно. Ничего не бывает чистой... И с вами соглашусь. Я как тот раввин, не бывает одновременно черного и белого. Бывает. Что такое Европейский Союз? Это организованный способ государственного вмешательства в экономику. Это чистая политика. Простите, вот то, что вы говорите, это ровная экономика. Это то, что за конец называется габбарна. Если вы вмешиваетесь в экономику, вы работаете с экономическими интересами. Это политикал-эконами. Это переплетение политических интересов. Ничего не бывает чисто политического. А если говорить о том, разбегутся... Вот не разбежится никто. Расползутся потихоньку, да. И уже начали расползаться. Мы уже четко видим, по меньшей мере, две группы. Группа, которая входит в зону евро, и группа, которая не входит в зону евро. И они уже все больше и больше разную экономическую политику проводят. Например, Эстония. Они проводят все в поле... Сегодня не входило, завтра входят. Разную экономическую политику. 10 и 17. Они четко... Две трети, кстати, считают у нас... Тимофей, обратите внимание, вы сейчас говорите про экономику, а не про политику. Что не выйдут. Нет, я говорю про политику. Какую политику? Я говорю про политику. Потому что вступать или не вступать в зону евро, это не экономическое решение. Почему? Это чистая политика. Здравствуйте, приехали. Значит, политическая это позволит мне... Имеющая экономическое влияние. Мы сейчас пока будем прерваться на выпуск новостей. Я думаю, мы за пару минут договоримся о том, что такое политика экономика, что такое политэкономия. Но, тем не менее, у нас выпуск новостей. У нас есть минуты на то, чтобы сойтись в терминах. Вернемся буквально через минуту. Ну что ж, продолжим нашу программу. Это Игорь Виттер с программой «Парадокс» с Игорем Виттерем. В студии у меня Тимофей Бордачев и Сергей Афонсов. Беседуем о европейской экономике. Тимофей, простите, что прервал. Итак, значит, ежели Германия решает, что она хочет быть великой и могучей, и вообще как бы нужен политический противовес Старому Свету, это решение, наверное, политическое, да? Германия противовес Старому Свету. Новому Свету, простите. Новому Свету. Ну, для Германии изначально все было совсем иначе, потому что... Нет, нет, я просто... Это политическое решение, да? Это, безусловно, было политическое решение. Ежели Германия решает, что для решения ентой задачи нужно войти в зону евро или создать зону евро или тем или иным способом вовлечь в орбиту своего влияния другие страны. Это какое решение? Политическое. Знаете, почему? Сергей? Одну секунду, Сергей. Политическое или экономическое? Я не могу разделять эти две вещи. Политэкономическое, я понял. Марксист вы, Сергей. Я марксист. Вы, может быть, марксизм. Я совершенно к марксизму никакого отношения не имею. Что с марксизмом? Я обожаю марксизм. Хорошо. А марксистов? А марксистов еще больше обожаю. Договорились. Германия созданием зоны евро, созданием евро, изначально платила за то, что за объединение. Это жесткие условия со стороны Франции были по объединению Германии. То есть Германия изначально согласилась стать терпилой? Она согласилась стать тем, кто тащит на себе своих партнеров точно так же, как в 50-е годы она согласилась платить за французское сельское хозяйство. И, извините, господа, именно поэтому на саммите, который сейчас прошел, сокращены были расходы на инновации, на образование, на молодежь, а вот расходы на сельское хозяйство сокращены не были, потому что это политическое соглашение, которое работает уже больше 60 лет. И такие вещи трогать... Вот если тронуть эти вещи, то французы скажут, все, мы берем свои игрушки и уходим домой. То есть можно творить все, что угодно, но не трогать французское сельское хозяйство. Нельзя трогать политические условия сделки. Сергей, а вот та конфигурация, которая есть сейчас, да? Эти плачут, но платят. Ну, Германия с Францией, условно говоря. Эти устраивают разгул, условно говоря, Греция с Испанией. Остальные там не пойми чего болтаются. Кто где. А кому вот эта вот ситуация выгодна? На самом деле, вот залог устойчивости Европейского Союза заключается ровно в том, что всем это выгодно. Каждый имеет свою долю пирога и каждый счастлив тому, что, значит, ему достался пирожок с ягодкой, а этому, значит, с розочкой. Допустим, никто сейчас уже в разгул не ударяется. Если вы посмотрите, значит, на кризисные страны, то у них совершенно обратная ситуация. Они выполняют свои условия, свою часть сделки и не могу сказать, что всем в этих странах эти условия сделки нравятся. То есть, далеко не всем я видел манифестации, которые прошли в Испании, которые прошли в Греции. Ну, в общем, да, тут как бы уже два года мы это видим и, так сказать, и тем не менее, мы видим, опять-таки, мы видим очень высокую устойчивость, потому что, да, сделка такая сильно компромиссная. Я недаром сказал, что интересы очень разные. Этому нужно это, этому нужно то. Тем не менее, сделка, которая заключена между сторонами, обеспечивает каждой стороне такие выгоды, которые они не могли бы иметь без этой сделки. Соответственно, нарушение условий сделки приносит каждый из сторон, по крайней мере, вот до нынешних пор и на ближайшие где-то, как минимум, перспективу, где-то полгода-год. Я не вижу ситуации, когда нарушение условий этой базовой сделки принесет кому-то выгоду. А какую выгоду, вот, например, Германия? Сколько денег немецкие банки за все это время выплатили? И не было бы инвестирования этих денег в другую плоскость гораздо более выгоднее, что, так вот, Тимофей там врывается за одну секунду. Игорь, ну, во-первых, давайте не будем забывать, что все-таки немецкие банки выплатили, но Германия очень хорошо заработала. Вот именно. На чем, да? На этом кризисе. Во-первых, заработала на кризисе, потому что Германия, это единственная, одна из немногих экономик мира, которая оказалась эффективной в условиях международного финансового кризиса. Во-вторых, потому что... А как же она выиграла-то? Во-вторых, потому что Германия производит холодильники и автомобили, они хорошее впечатление, как многие другие страны Европейского Союза. И поэтому Германия за счет понижения курса евро объективно выигрывала. Это первое. Второе. Германия выигрывала за счет того, что она могла свои проблемы прятать за общими дискуссиями. То, что Германия делала еще в конце 90-х. Первыми нарушителями, кстати, были немцы и французы в конце 90-х годов при Шрёдере. И немцам это простили, потому что здесь все знали, что немцы как-нибудь справятся. И такое отношение, оно было нормально, это было джентльменское соглашение. Но сейчас, в случае с Грецией, при всем моем уважении, джентльменское соглашение начинает нарушать наши немецкие друзья. Сергей. Значит, смотрите, немцы очень сильно выигрывали за счет создания зоны евро и за счет того, что их экономика была одной из наиболее здоровых в зону евро. И, соответственно, они за счет единой европейской валюты очень существенно расширили свой экспорт в страны, которые евро ввели. Соответственно, естественно, рассуждая долгосрочно, Германии очень выгодно сохранить механизм зоны евро ровно для того, чтобы повторить этот подвиг еще и в будущем. Это раз. Когда что? Когда кризис кончится? Когда опять запустится механизм кризиса? А когда он кончится? Нет, подожди, меня больше интересует... Это отдельный вопрос. Скорее, а ну скучно, Сергей, меня скорее интересует вторая волна кризиса. Ее вообще что ли не будет? Давайте, это отдельная вещь. Давайте я скажу второй фактор, почему Германия, значит, занимается поддержкой проблемных стран. Если она не будет заниматься, если она допустит обвал европейской валюты, то потери финансовой системы Германии будут такие, по сравнению с которыми нынешние потери, связанные с финансированием стран-неудачников, покажутся детской игрой в крысу. Значит, соответственно... Это как? Это читайте Остапа Бендера. Значит, соответственно... Мама Тома Сойера. Нет, это точно, Ильфа Петров. Значит, соответственно, если мы говорим о том, что Германия боится потери от обвала евро и ожидает существенных выгод от сохранения зоны евро в будущем, это достаточное основание для того, чтобы они сейчас поддерживали те страны, которые оказались в кризисе. Это чистый интерес, связанный с экономическими выгодами. А другие же страны, которые, в общем-то, и не там, и не там. Вот та же Голландия. Прекрасная страна, хоть и отменила у себя употребление практически для иностранцев. Для иностранцев. Она не отменила, она приостанавливает регулярно законодательство, запрещающее продажу соответствующих веществ. Мы не можем с этим согласиться, но замечательная страна, мы ее очень любим посещать. И вдруг, опять-таки, возвращаясь к моему вопросу, который задал в начале передачи, там начинают интересоваться, а как бы нам прописать механизм выхода из зоны евро? Это они вдруг с чего? Это они с того, что такое явление, как солидарность в Европейском Союзе за последние годы деградировало. Когда вот начался этот открытый торг, мы вам дадим деньги, если вы будете стоять на коленях и делать то, что мы вам приказываем. Такая вещь, как солидарность, которую европейцы старались культивировать, вот эту идентичность свою строили, понимание того, что они единое целое, что они не тараканы в банке, она начинает исчезать. И каждый начинает обеспечивать себе какие-то свои страховки. У меня другая интерпретация. Поэтому немцы обеспечивают себе свои страховки, голландцы обеспечивают себе свои страховки. А что вообще голландцы-то хотят? Вот как у них... Голландцы хотят отмазаться от своих избирателей, которые требуют. А что будет, если? Они говорят, а если? Вот мы что-то придумаем. Естественно, все понимают, что никогда это не потребуется, и эта оговорка никому не нужна. Я вот не думаю. Я, честно говоря, думаю, что потребуется. Нет, это чисто этот мотив. Потребуется, к сожалению, потому что национализм растет. Знаете, Сергей, скажите мне, дважды два сколько будет, как экономист? Я не знаю, зачем вы знаете. Дважды два умножаете. Дважды два умножаете. Вот если дважды два того, что два с половиной, тогда пять. Вот если дважды два того, что два. Четыре. Четыре, да? Это в экономике, а в политике пять, шесть, семь, восемь, три. Вот столько, сколько захотят избиратели и политики для того, чтобы избирателей ублажить. Так и будет. Значит, вы путаете реальность и риторику. В реальности всегда четыре, а в риторике все, что угодно, везде. А вот объясните мне, пожалуйста, я, кстати, абсолютно согласен, потому что так же, как мы все дружно ездим, наверное, по Европе, видим ситуацию, видим рост национализма, видим рост правых сил. Причем, на мой взгляд, чем беднее страна, тем больше этот рост. Ну, я бы не согласился. Венгл. Я бы не согласился. В Францию, посмотрите, вы же сами. Понимаете, вопрос... Я вопрос не сформулировал, а вопрос-то такой. Чего в первую очередь то хочет избиратель? Сказать, ребят, вы достали вот абсолютно, вы кормите этих бездельников, испанцев, греков, пошли они вон, давайте выйдем из зоны евро. Или они смотрят, ну, и говорят, ребят, а как у нас так оказалось, что такое вот количество жителей арабского мира, северной Африки вдруг оказалось, причем мы их кормим, работать они не особо работают, ситуация сложилась трагическая. Что в первую очередь их волнует? Избиратель работает в соответствии с принципом «своя рубашка ближе к телу». Правильно. Избиратель смотрит в карман к себе, к соседу, а еще на цвет кожи соседа. Не обязательно на цвет кожи, тут же даже не в цвете кожи дело. Нет, он на это смотрит. Вопрос культуры. Вопрос культуры, вопрос разницы культур. Проблема, однако, состоит в том, вот отвечаю, дело попытку ответить на ваш вопрос, в том, что нельзя ненавидеть приезжих с юга, предположим, и при этом сохранять такое же хорошее отношение к своим соседям по европейской стране. Национализм — это такая зараза, которая разъедает человека, как ржавчина. И нельзя отгородиться, нельзя сформировать никакую... Это очень сильное утверждение. Смотрите на японцев, например. Вы вообще считаете, что национализм — это плохо? Я считаю, что национализм — это отвратительно. А что делать людям в ситуации, когда национализм — это единственная естественная реакция? Это не естественная реакция, это реакция слабого человека. И мы прекрасно с вами помним, что, возвращаясь к нашему разговору про Советский Союз, да и, собственно, Югославская Федерация, что в основе распада и того, и другого был, в первую очередь, не колбаса, был национализм. И в основе тех конфликтов, тех страшных войн, которые произошли, тех смертей тысяч... Извините, извините. ...был национализм, а не колбаса. Вы сейчас вступили на скользкую почву, потому что как раз бывшая Федеративная Республика Югославии и есть такая страна, да? Помните, был в фильме «Андеграунд у Кустурицев» раз нет больше такой страны Югославии. Такая страна есть, она есть у меня в сердце, поэтому сейчас я вам отвечу. Началось все именно что с колбасы. Началось с того, что богатые Словения и Хорватия спросили, а какого, собственно, фига? Точно так же... Ну, не точно так же, как у нас, потому что сказать, что у нас была богатая, обеспеченная Эстония или Латвия, у нас, кстати, 50 на 50, пока там люди голосуют, что у нас была богатая, обеспеченная Эстония и Латвия, это будет с натяжкой. А тут богатая Словения, Хорватия с Адриотическим побережьем, с потрясающими возможностями для туризма, с промышленностью, в общем-то, достаточно развитой. А что мы их кормить-то должны? А вот уже потом начинается, потому что действительно, исторически, сербы с хорватами резали друг друга. Воевали постоянно. Да, точнее, хорваты с сербами. Ну, тут уже там, в зависимости от чьей страны... Идей и другие обижали мусульман. Да, тоже не все... Мусульмане тоже не отставали. А все-таки вот тут я соглашусь. Сергей, экономическая причина была в первую очередь. Где там моя колбаса? А почему мне не хватает колбасы? О, сербы съели мою хорватскую колбасу. Когда 10 бедных соберутся в одной избе, первый, кто из этой избе выбежит, это тот, у кого кусок хлеба побольше. Правильно. А уж потом они вспомнят, что тот, у кого кусок хлеба побольше, он китаец, еврей, серб, неважно кто. Кстати, тут один мой товарищ, будучи поэтом, гениально сформулировал всю историю, я считаю, Европы за последние... Он сказал, получилось так, что вся история Европы последнего столетия это проект по замене еврейского населения мусульманским. Причем потрясающе удавшийся. А так оно и есть. Коллеги, мне, как человеку, который родился в университет, учился еще в Советском Союзе, с марксистскими аргументами не согласиться трудно. Где вы видели марксистские аргументы? Марксистский аргумент состоит в том, что в основе лежит колбаса. Конечно, колбаса. Где у Маркса это написано? И Советский Союз развалился из-за колбасы. Почитайте, почитайте Маркса. Давайте мы не будем сейчас обсуждать Маркса. Маркса классовый подход, там вся экономика в классовом подходит. Вся экономика? А в основе лежит колбаса? Нет, нету там. В основе у него лежат производительные силы и производственные отношения. Почти два года, как нет Советского Союза, но об этом после выпуска новостей напоминаем нашу бурную дискуссию. Напомним, у нас в студии Сергей Афонсов и Тимофей Брадачев беседуем о европейской экономике. Телефон в студии 6510996 код города 495 или пишите на странице нашей программы на сайте finam.fm. Напоминаю, голосовалка у нас 5533, короткий номер, русская буква, если вы считаете, что до конца 2013 года хоть одна страна выйдет из Евросоюза и русская буква B на тот же короткий номер 5533, если нет. Итак, я предлагаю отойти от споров о том, что говорил Маркс, но я утверждаю, и Сергей Сануэй согласен, что в данном случае была колбаса. А теперь на пальцах. Я вам обоим уже задавал этот вопрос неоднократно. Объясните мне, пожалуйста, Германия зачем-то кормит Грецию. Считается, что это рынок сбыта, потому что она ей продает колбасу. Допустим, да? Германии больше некуда продавать колбасу. Грецию, Испанию, кого угодно. При этом сама же Греция дает деньги, чтобы Греция енту колбасу покупала. Я здесь что-то не понимаю выгоды Германии. Может быть, я, конечно, очень узко мыслю, и узколобые не по-марксистски, уж простите, поправьте там. Вы задали очень, вы сделали очень упрощенную формулировку, очень сложный вопрос. Можно я дам упрощенную формулировку ответа? Не-не, я вам предлагаю расширить, вот так же на пальцах просто дорисовать картинку, что вот здесь, значит, немцы кормят колбасой греков, тут стоит Испания, которая отрезает кусочек от этой колбасы, а тут американцы пытаются колбасу украсть. Максимально просто изложу этот аргумент, который уже сказал. Значит, Германия делает все, чтобы не было обвала курса евро, и чтобы, не дай бог, кто-то не вышел из еврозоны. А что будет, если выйдет? А что будет, да? Германская финансовая система полетит кверх тормашками. И что потом? Что значит, что потом? Банки потеряют деньги. В Германии банки или страхование играют наиболее важную роль? Какая разница, кто играет наиболее важную роль? Проблема заключается... Это стоит в том, что банки в Германии играют гораздо меньше, чем во Франции. Какая разница, какой они играют? Если они потеряют... Если банки... Предположим, что банки никакой роли в Германии не играют. Если банки потеряют деньги, те, кто владеют банками, будут недовольны. Ну, секундочку. А кому, кстати, должны греки, испанцы и так далее? Банкам, странам... Банкам через страны, странам через банки. Банкам каких стран? Кому, Тимофей? Кто будет конечным антибенефициаром, если антибенефициаром... Антибенефициаром чего? Если рухнет евро... Если бабушка станет дедушкой. Если... Точнее, если дедушка станет бабушкой. Вот это я ничего не знаю, я не биолог. Сергей. Значит, если у нас обвалится евро... У нас это у кого? Плохо будет всем. И нам тоже. И что потом? Что? Деньги потеряют люди. И что потом? И что значит, что потом? Вам этого мало? Уважаемый... Потеря денег это мало? Мне этого мало. Уважаемые коллеги, вот я хотел бы тоже внести ясность. Вот у Сергея, у него чисто фискальное мышление. Какое фискальное? Фискальное это про казну. Я про казну вообще ничего не говорил. Тихо, горячие столовские парни. А только про казну ты и говоришь. Если спрашивать... Вот про пенсионную реформу российскую говорим, да? У нас зацикленность, самая важная, это стабильность пенсионного фонда. Все. А зачем? Какова цель? А цель не в том, чтобы стабильное евро было. Евро само по себе не цель. Цель это благосостояние граждан. А способ достижения его с евро, без евро, с Евросоюзом, без Евросоюза может быть самый-самый разный. Поэтому... Секундочку. Так, вопрос простой, тупой. Я рядовой немецкий гражданин. У меня на сберегательном счету лежит там 5000 евро. Что-то лежит там в пенсионных накоплениях. Сегодня еврозона перестала существовать. Я не буду говорить, что евро рухнуло. Еврозона перестала существовать. Медленно-медленно распускается. Неважно. Просто еврозона перестала существовать. Зона евро, как единой валюты, не существует. Мне... Помните, что было в 98-м году, когда у нас сначала доллар стоил 6 рублей, а потом 24. Что получилось? Колоссальное падение покупательной способности населения. Если у нас, даже если зона евро не рухнет, а если просто будет шок по валютному курсу евро, будет колоссальное падение покупательной способности населения. Кто из политиков это допустит? А теперь второй вопрос. Одну секундочку, Тимофей. Теперь вопрос вам. А ежели те деньги, которые немцы с французами и прочие донаторы давали рецепиента, было направить на то, чтобы в случае выхода из зоны евро, евро не рухнул. Не было бы этого шока. Никаких золотовалютных резервов не хватит, чтобы это компенсировать. Если так Сергею нашему уважаемому нравится аналогия с 98-м годом, то вместо того, чтобы вбрасывать деньги в строительство пирамиды ГКО, может быть нужно было построить что-то такое, чтобы когда эта пирамида рухнет, выяснилось, что... Что именно? Уважаемые коллеги, во-первых, я не думаю, что германское правительство оставит своих избирателей с пустыми счетами. Этого не произойдет ни в коем случае. Я думаю, что постраховочные механизмы существуют. Я не специалист по немецкой экономике, но я еще раз скажу, что в немецкой экономике решают не банки, а решают те, кто производит товары, которые, собственно, Германия и продает всему миру, и в том числе странам евро. Почему Германия все это делает, возвращаясь к вашему вопросу? Не для того, чтобы... Евро, устойчивость евро, это не самоцель, это инструмент. Я думаю, что причина политическая. Я думаю, что начала это делать Германия под европейскую интеграцию, в отличие, кстати, от других своих партнеров, потому что она платила за то, что немцы натворили с 1933 по 1945 год. Это первое. А мы напомнили, что немцы натворили с 1933 по 1945 год благодаря тому, что в результате определенных перетрубаций, скорее политических, точнее, скорее военных, счета немецких граждан таки остались пусты. Поэтому, ежели сейчас произойдет какой-то коллапс, нам бояться надо не падение курса евро, а того, что еврейские, простите, немецкие граждане с пустыми счетами... Да, начнут резать еврейские граждане с такими же пустыми счетами. Оговорочка по Фрейду. Проблема сейчас состоит в том, что выросло новое поколение политиков, в том числе и в Германии. Мы посмотрим на Ангелу Меркель. Она родилась в ГДР. То есть это человек, который уже не имеет в себе психологически того наследия тех лидеров Западной Германии, которые европейскую интеграцию создавали. Человек, который, по сути, для культуры Европейского Союза, интеграционной культуры, человек внешний. Во всех странах пришло новое поколение лидеров, людей, которые даже в детстве, даже в младенчестве не познали ужасов Второй мировой войны и не понимают ценности европейской интеграции как способа того, чтобы этот ужас не повторился. Тимофей, я боюсь, что вы все-таки живете реалиями 50-летней давности. Создавался Европейский Союз действительно, чтобы не было войны. Но с тех пор 50 лет он работал для того, чтобы странным членам было хорошо жить и сытно. Да, и для того, чтобы не возникло условий для новой войны, для нового конфликта. Простите, пожалуйста, а им сытно, почему все время живется за чей-то счет? Почему за чей-то счет? Они просто работают лучше, если они вместе. Кто? Кто? Европейский Союз. Греки работают лучше, потому что они... Безусловно, греки как раз выиграли в первую очередь от того, что они ввели себе евро. Другое дело, как они поступили. Безусловно. Тем талантом, который они получили в руки. А я-я-я, у нас пессимисты лидирующиеся от нас. Но то, что они выиграли, введя евро, это не подлежит никакому сомнению. Во-первых, они отказались от драхмы, которая все время демонстрировала безумные темпы инфляции. Они победили инфляцию, передав денежно-кредитную политику на европейский уровень. Во-вторых, введя евро, они получили доступ к практически безлимитному заимствованию, за счет которого они 10 лет повышали уровень жизни граждан. А, кстати, с чем вы были не согласны, когда о чем мы тут говорим? Вы считаете, что не пустые карманы немецких граждан стали причиной Второй мировой войны? Нет, я просто говорю о том, что не надо обсуждать реалии 50-летней давности, когда вы обсуждаете на самом деле проблемы, которые есть сейчас. Мы не обсуждаем реалии в политике, в политическом мышлении, в политическом мышлении, абсолютно ничего не поменялось. Нет, поменялось ровно одно. При наличии в мире ядерного оружия прежняя война конвенциональными способами практически не может. Только между Россией и США. Давайте, коллеги, не будем забывать, только война невозможна, только между Россией и США. Все остальные могут, не вовлекая вот этих двух друзей, воевать между собой и разбираться сколько угодно. У нас еще сегодня карьера разобралась. У меня вопрос, кстати, Сергей. Значит, мы примерно поняли, можно соглашаться, можно ли или нет, с точки зрения Тимофея, что потеряет или приобретет немецкий гражданин. Вопрос другой. А вот на фоне всего этого в Испании там 50% безработица среди молодежи, почти 25% среди вообще занятого населения. Ситуация в экономике катастрофическая, да? И мне все говорят, а ничего страшного не происходит, что тебя это волнует? Ну, никто там не пойдет убивать, не будет там никакой гражданской войны, не будет голода. А на самом деле, вот рядовому испанскому греческому гражданину, рядовому гражданину Ирландии той же самой, да? А что оно будет, ежели сейчас это все... Ну, на самом деле, я не знаю, что будет, тут мы можем... Это называется призыв к домыслам, но то, что в некоторых странах сложилась ситуация критическая с точки зрения интересов населения и его благосостояния, это абсолютный факт. И дальше нужно смотреть на адекватный ответ на соответствующие вызовы. Вот вы упоминали Испанию и Ирландию. Соответственно, это страны, у которых, ну, собственно говоря, там и причины кризиса чуть-чуть разные были, потому что Ирландия была, так сказать, по Ирландии ударил кризис через финансовые институты, по Испании через рынок недвижимости. Соответственно, ответ... Что, 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 простите? Что? Про Испанию ударил кризис через рынок недвижимости? Да, безусловно. В Испании был большой пузырь на рынке недвижимости, соответственно, вот та безработица, которая сейчас колоссальна, это безработица, которая появилась за счет резкого сокращения строительного сектора. Вы знаете, как говорил один мой брайтонский знакомый, у меня для вас есть новости. В Испании еще не случился кризис недвижимости. Если вы посмотрите на коррекцию цен по недвижимости, то он еле-еле 10%. Значит, ну, если вы хотите спорить относительно того, сколько орехов куча, то можно сказать, что 10% это не кризис. Нет, 10% это всяко не куча, если посмотреть на другие кривые. Коллеги, давайте к Европе. Сейчас, ну, что произошло в Испании, это кризис. И триггером кризиса стали процессы на рынке недвижимости и высокая безработица. Ну, если вы хотите сказать, что если у них дальше будет... Отчасти. Триггером кризиса стала политика испанского правительства. Глупая экономическая политика испанского правительства и ошибки им допущены, а не кризис на рынке недвижимости. Давайте все-таки не будем ставить телегу перед лошади. Правительство это лошадь. Рынок недвижимости это телега. Ошибку совершает лошадь, а не телега. Значит, еще раз, не бывают чисто политических или чисто экономических проблем. Когда у вас раздувается пузырь на любом рынке, мы можем говорить что угодно, кто виноват, правительство, банки и так далее. Проблема экономико-политическая. Если вы хотите кого-то конкретно назвать виновным, ну давайте искать. Значит, я смотрю, как решать проблему. Так вот, в чем разница между Ирландией и Испанией. В Ирландии правительство сразу поняло, в чем заключается проблема и сразу начало ее решать. В результате у нас Ирландия одно время вот в списке этом PX пофигурировала, пофигурировала, потом куда-то исчезла. И в прошлом году 200 тысяч человек уехало. Выяснилось, что Ирландия со своими проблемами худо-бедно спасается. В Испании ситуация гораздо более сложная. В Испании проблема безработицы, которая возникла опять-таки за счет коллапса строительного сектора, это проблема, которая, к сожалению, не имеет быстрого решения. То есть у нее решение может быть быстрое, простое, за счет того, что вы наращиваете государственные расходы и быстро-быстро занимаете граждан на общественных работах. У Испании финансов, к сожалению, не в таком состоянии, чтобы это себе позволить. Это длительная структурная проблема, которая будет работать еще лет 5-7. Кстати, интересный очень вопрос. Я вот заметил, по Европе там ездишь, да, латыши с поляками сваливают в Ирландию, 200 тысяч из Ирландии свалило еще. Штаты и Австралию. Штаты и Австралию. В Австралии там тоже сейчас с экономикой не самое приятное, уж про штаты я промолчу. А куда оно все девается? Вроде как везде рабочих мест нет. То есть как бы каждый раз происходит замещение еще более дешевой рабочей силы. Здесь не в дешевизне, а здесь в качестве и в структуре рабочих мест. Вот эта вот известная проблема польских сантехников в Великобритании, значит, которая одно время была очень актуальной, про нее долго пиарились. Значит, если вы, так сказать, в тот период поговорите с жителями Великобритании, то они, пардон, с двух рук крестились о том, что, ну, наконец-то пришли кто-то, кто крышу починит не за 400 фунтов, а за 50. В Великобритании, в большинстве развитых стран Европы, дефицит, значит, ручного труда. Соответственно, лица соответствующих профессий получали вознаграждение, которое существенно выше, чем то, на которое претендовали эмигранты. Соответственно, нынешние потоки рабочей силы заключаются в том, что мы просто ребалансируем предложение и спрос рабочей силы в мировом масштабе. Сергей, это замечательно все, конечно, но я хотел бы призвать, чтобы мы говорили не о процессах, а о потенциальных результатах. Но Игорь задавал вопрос. Я понимаю, что экономист балдеет от описания того, каких-то микроизменений. Ничего себе микроизменений. Микроизменений. 200 тысяч из Орландов. А политолог из чего балдеет? Нас интересует результат. Нас интересует, что будет с Европейским Союзом. И вот меня, честно говоря, пугает вот эти 60%, вы сказали, которые считают, что начнут разбегаться. Я-то сам не думаю, что будут разбегаться из Европейского Союза. Я думаю, что сворачивать сотрудничество будут, но не разбегаться. Но об этом после выпуска новостей. Еще буквально на минутку прервемся. Ну что ж, продолжим нашу беседу. Это Игорь Витт или парадокс с Игорем Виттарем. Сождаем европейскую экономику в студии Тимофея Бородачева и Сергея Афонцев. Два ученых мужа спорят у меня и практически дерутся из-за европейской экономики. Возвращаясь к тебе. Да, напомню, 651099,6 код нашего, наш телефон, код города 495, либо на странице программы пишите. Или голосуем 5533, русская буква А, если хоть одна страна выйдет из Евросоюза до конца этого года, как считают 60% проголосовавших. Либо 5533 и русская буква Б, вам всем хорошо известна эта буква, ежели не выйдет. Тимофей, объясните мне, какое сотрудничество. Вот вы сейчас кричали на Сергея, что Сергея все описывает в экономических схемах. Значит, сижу я, простой английский сантехник. Можете себе представить, да, меня в роли английского сантехника. Не думайте, это не начало порнофильма. Зарабатываю себе, неважно, 400 фунтов, не 400 фунтов. Ну, плачу с них налоги, кормлю английскую экономику как-то. В общем, что-то происходит. Тут приезжают польские сантехники, латышские сантехники. Работы у меня больше нет. Причем работы нету так у половины Англии. Мне можно сколько угодно рассказывать, что Маргарет Тэтчер была права с шахтерами. Ну, в общем, если вы посмотрите шахтерские английские городки, вы все поймете, да? Тяжелая такая ситуация. А можно еще фильм «Фулл Монти» посмотреть. Это тоже не порнуха, но близко к тому. А все это превращается в карманы отдельных граждан. И говорить об этом как в каком-то сотрудничестве. Потому что когда у меня английского шахтера, ну, шахтеры, сантехника, неважно, отнимают работу, да? И мне остается либо ехать в Штаты, куда уже сейчас тоже не поешь, там своих сантехников хватает. Либо еще куда-нибудь. Либо набить морду польскому сантехнику, взять бейсбольную биту. А мы знаем, что в таких провинциальных английских городках это хорошо умеют. Особенно в каком-нибудь лице. И выгнать их всех кедреней матери обратно в Польшу. То есть начнется заваруха, скорее даже не политическая, не экономическая, а военная. Хороший вопрос. У вас есть третий выход. Помимо двух вам перечисленных. Пойти на выборы. И проголосовать за ту партию, которая будет серьезно ставить вопрос в референдуме по членству Великобритании в Европейском Союзе. Проголосовать за тех же консерваторов, которые сейчас начинают шантажировать своих партнеров по европейской интеграции. В принципе, это тоже для вас решение. И вот этот политический выбор ваш, он может привести к не развалу, не разбеганию, а то, что я вначале назвал осыпанию или усыханию Европейского Союза. Вот в чем здесь аналогия? Нас же интересует не то, что написано, не то, какие схемы были реализованы банками. Нас интересует, каков будет результат. Вот, предположим, у человека заболела рука, она начинает усыхать. Врачи ее пытаются лечить, придумывают то, сё, пятое, десятое, рука усыхает, усыхает. Потом, вроде бы, рука-то на месте, но не работает. Ей никто уже не пользуется. И вот, на мой взгляд, опасность сейчас состоит в том, что вот это усыхание и будет с нашим замечательным Европейским Союзом происходить неэффективно, не срабатывает. Давайте вспомним в прошлом году, когда французы стали вводить погранконтроль на границе с Италией. До этого наши либеральные друзья из Дании вводили погранконтроль на границе с Германией. Пока на них немцы не рякнули, как следует, они не прекратили это делать. Вот это называется, когда, вроде бы, Европейский Союз есть... А вроде бы его и нет. Вроде бы есть все достижения европейской интеграции, а вроде бы его и нет. А технические решения можно найти любые. Можно ввести там две-три категории Европа, предположим. Евро для белых и евро для тех, кто не справляется. Экономически это абсолютно абсурдное решение. Почему? На Кубе-то есть разные виды песо? Ну, я и говорю, что это самоубийственное решение. Экономически это... Чем вам Куба не нравится, Сергей? Как остров самоубийц? Так. Я никогда не слышал, чтобы... Остров свободы. Остров свободы. В конечном итоге можно выделить группу стран, которые тянут евро, тянут единую валюту, и которые могут из нее получать выгоду не путем простой ренты, получаемой из своих партнеров. То, что делают зачастую южные страны, члены Европейского Союза. Германия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Финляндия. Возможно, Ирландия. Франция проблемная. Очень странно. Возможно, в будущем осыпание, усыхание зоны евро до масштабов вот этих стран. Однако здесь мы не должны забывать про одну простую вещь. Что в Европейском Союзе все крайне между собой взаимоувязано. Если мы перестаем пользоваться чем-то одним, вот то, что уже делается сейчас, когда Англия не участвует в отдельных политиках, Дания не участвует в других политиках, постепенно начинает отмирать и все остальное. А вот здесь ты не понимаешь самые важные вещи. Что в Европейском Союзе самое важное... Почему держались до последнего? До 97-го года, до Амстердамского договора, держались за то, что все политики обязательны для всех. И только в 97-м году сделали вот эту роковую ошибку. Разрешили группам стран более тесно сотрудничать между собой, не вовлекая обязательных дел. С моей точки зрения, это как раз ключевая инновация, которая придала новый импульс Европейскому Союзу. И благодаря которой мы сможем увидеть преодоление этих кризисных тенденций, которые существуют в настоящее время. А ситуация, когда все выполняют один и тот же набор предписаний, возможно только в том случае, когда стран мало и они очень гомогенны. Как только вы наращиваете количество стран-участниц, и как только возрастает степень гетерогенности экономик, политических систем, этнических систем, культурных, каких угодно. Можно я закончу? Вы в любом случае наталкиваетесь на проблему, что либо вы допускаете большую степень автономии соответствующих стран в разных сферах, либо вы видите коллапс проекта просто сразу. Потому что у многих стран нет никакого интереса выполнять все то, что выполняли те страны, которые были основоположниками проекта. Сергей, а я бы вот за употребление слов гетерогенно и гомогенно в одном предложении вообще исключал из Европейского Союза. А я там не член Европейского Союза, меня нет куда еще. А мы примем и немедленно, как меня когда-то в комсомол, через три дня выгоним. Ну, понимаете, как бы вы можете принимать все, что угодно, а мне-то чего. А есть вот риск того, я вижу, что там Тимофей уже машет руками, сейчас Тимофей, дам слово. Есть ли риск того, что сейчас вот эти экономические проблемы, обнищение среднего класса, обнищение бедных слоев населения, еще большее обнищение бедных слоев населения, обнищение среднего класса, все центробежные тенденции, национальные проблемы в Евросоюзе приведут к тому, что начнется просто большая заварушка к власти, придут правые националистические партии, и начнется махач большой. Нет, такого и такой угрозы нет. Есть угроза другая. Угроза возникнет в том случае, если опять будут придумывать правила, единые для всех, и заставлять пинками и палками всех их соблюдать. Это, кстати говоря, не только для Европейского Союза актуально, это для нашей интеграции постсоветской тоже актуально. А давайте, чтобы у нас были все правила, и, значит, у вас экономика такая, то есть вам эти правила не нужны. Все равно соблюдайте, потому что должно быть все единообразно. Вот это путь в тубик. Вы не любите союз. Я не люблю навязывание правил таких, которые не нужны тем странам, которые подписываются под объединением. Если вы навязываете кому-то правила, которые ему не нужны, он будет сначала их нарушать, а потом, может быть, действительно плюнет и выйдет из этого объединения. Сергей, можно вам вопрос не по теме? А вы в детстве в детский сад ходили? У меня просто есть теория своя. Да, ходил. Странно. Просто это вот на самом деле речь человека, такого бунтаря, который не согласен с правилами в детском саду. Я не хочу под вашими правилами. Нет, правила должны устраивать тех, кто их соблюдает. Если правила придумываются одни для всех, нужно быть уверенными, что эти правила нужны всем. Если кому-то не нужны, он уйдет. Да. Давайте представим, сколько европейских комиссий и европейских парламентов нам потребуется. Европейский парламент не нужен вообще, а комиссии достаточно. Я бы вообще их разогнал. Европейскую бюрократию надо разогнать. А вы знаете, тогда некому будет, собственно, и следить за сотрудниками. Если правила всем нужны, не надо следить за их выполнением. Все будут и так их выполнять. Да ничего подобного, понимаешь, дорогой. Лоббистов огромное количество. И попыток по мелкому нарушить правила постоянно в истории европейской интеграции было очень много. Лоббисты — это один из главных факторов, который стоит за выработкой общих правил. Конечно, и по отрицательным факторам. Так вот, к разговору о детском садике. Если каждый будет играть по своим правилам, интеграция потеряет любой смысл. Невозможно будет функционирование институтов европейской интеграции. Собственно, тех независимых третьих игроков, ненавистной многим у нас европейской комиссии, которая не вынуждена отчитываться перед своим... Вот Меркель должна отчитываться перед своим бюргером. Кэмерон должен отчитываться перед своим работягой из лица. Алан перед своим фермером на юге Франции. А вот европейская комиссия, в этом вся... Сейчас страшную вещь скажу. Ее вся ценность в том, что она не должна идти на выборы. И поэтому она не зависит от того, что с пьяной придет в голову работяга из лица. Или от жадности бюргеру из Рейнванда. То есть вы хотите сказать, что она совершенно, так сказать, такая добрая и заботится об общем благе? Она не добрая, она независимая, она не выбирается. Именно поэтому Брюссель, пресловутый ненавистный многим, его поэтому и создали таким, каков он есть. Чтобы он, будучи неизбираемым, следил за соблюдением правил. И чем больше у нас разных правил, и чем больше у нас все играют по своим правилам, тем меньше возможности за этим процессом следить. Сколько нам понадобится? 22 европейские комиссии. Это невозможно. Это абсолютно нет. Помянуть на каждого. Сценарий развития Европы, мира и России. Вот основные такие KPI. Евро рухнет, доллар вырастет, Евросоюз распадется, Россия явила. На горизонте 2-3 года, наконец, кризис в еврозоне закончится, если не будут сделаны какие-то совершенно глупые решения, вероятность которых после 2012 года существенно упала. Например? Какие могут быть сугубо? Ну, вот типа того, что было предложено Сиризой в прошлом году. Давайте не соблюдать никаких правил, мы сами с усами, значит, никакие на нас ограничения не распространяются. Единственное, что меня действительно беспокоит, это вот тот, что вновь популярностью пользуется унифицированный подход к интеграции. Давайте всех заставить плясать под одну дудку, вне зависимости от того, нужно это им или не нужно. Я боюсь, что это может привести к очень серьезному нарастанию противоречия ЕС. Если этого не будет, значит, через 2-3 года Европа вылезает в европейскую кризис. Это мафия. Напомню, это был Сергей Афонсов, заведующий отдел Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. Я, к сожалению, прозвучу пессимистом. Я думаю, что исчезли те исторические условия, в которых был создан Европейский Союз и в которых он успешно развивался. Европейский Союз представляет из себя атовизм второй половины 20 века, так же, как, собственно, и НАТО. И сохранить его будет крайне-крайне сложно. Я думаю, что произойдет функциональное усыхание европейской интеграции, а, возможно, в перспективе 15-20 лет и сокращение ее членов, начиная с Великобритании. С курсом евро что будет, поскольку россиян волнуют больше всего? С курсом евро в этом году ничего радикального не будет. Выборы в Германии. То есть никто не даст торонить евро? В 2013 году в Германии выборы. Какие катаклизмы на территории Европы, вообще не только Европейского Союза, могут произойти в этом году? Политических катаклизмов сейчас на территории Европы никаких не предвидится, поскольку все будут ждать, какие изменения будут происходить в самом крупном экономическом игроке, то есть в Германии. Что касается России, я не думаю, что это России чем-то грозит. Что касается Соединенных Штатов, мне представляется с международной политической точки зрения очень интересная новая администрация, и политика, которую они начинают сейчас проводить, очень-очень умная, и имеет серьезный потенциал повысить роль США. Ну что ж, на этом наша передача-то и подходит к концу. Подводя итоги, у нас тут оказался один оптимист, один пессимист. Я, видимо, побуду реалистом. Как мы говорили в конце 70-х годов, во время очередного китайского кризиса, что оптимисты учат английский, пессимисты учат китайский, а реалисты учат автомат Калашникова. Ну что ж, оставайтесь реалистами, учите автомат Калашникова. Это был Игорь Виттель, с вами был Продокс Игорем Виттель, и мы услышимся завтра в то же время.